Притча Соломона, глава двадцать девятая Человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый народ, стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знает со сблудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивые. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, он не слушается. Видал ли ты человека, прометчивого в своих словах, на глупого больше надежды, нежели на него? Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек завистливый, человек гневный заводит ссору, а вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою, слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, а мерзость для нечестивого идущий прямым путем. Мерзость.